всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами джек шепард мы продолжаем проходить gothic 2 мы уже на ну скажем так на самой на финальном пути что ли в этом дополнение огромнейший аддон да вот если сравнить его с dlc который нынче выходит даже сравнение поддается просто настолько это дополнение огромное уйди с дороги мне нужно поговорить с вороном никто не должен входить сюда прямой приказ ворона мы еще поговорим ты знаешь что так окей нужно бы наверно здоровье восстановить но что-то я не вижу нигде кроватей а вот она так спим до утра идем в шахту там нам нужно будет не так много по моему заданий выполнить но как минимум это будет интересно то куда стремятся все бандиты опять ты хочешь еще раз сразиться со мной нет все в порядке да так что не создавай никому проблем и все у тебя будет порядка . и хочешь пойти поработать тогда не забудь закупиться узкать а что мне нужно ну по крайней мере кирка и немного еды тоже не помешать или скажем лечебное зелье внизу встречается краулер я всех умею шлюк свиток круто хочешь еще раз сразиться сам ты не хочу с тобой сразиться блин бесите спасибо за кошелек что мне следует знать о добыче золото возьми кираку в руки и рубани по золотой жиле каждый может это сделать но если так сделать разлетится много самородков поэтому копать должны люди которые понимают в этом деле я смогу рассказать тебе больше когда у тебя будет больше опыта расскажи мне еще что-нибудь о том как копать золото в первую очередь ты должен знать что золото это не руда оно мягкое как масло если ты ударишь слишком сильно все разлетится у каждого рудокопа есть свои приемы позволяющему отделить самородки от породы в конечном итоге эти приемы отличают просто рудокопа от хорошего рудокопа кроме этого повторение мать учения только работая ты станешь хорошим рудокопом кей как идут дела всех пор как гробница была открыта покупатели не так много ворону больше не нужны и рабы поэтому они теперь добывают золото по приказу бладвина рудокопы не слишком усердствуют ну да бладвин он сейчас команды он старший по шахте но сам он почти никогда не спускается большинство времени он проводит в храме с вороном почти никогда это как часто если быть точным последний раз я его видел когда он выходил из гробницы хотя нет подожди последний раз был когда он посылал рабов добывать золото в отличие от ворона его очень интересует золото а что это за гробница проклятая роковая гробница ее хранители убили множество народу хранители ты имеешь ввиду таких каменных существ плоских и с круглой головой в точности они выходят из глубин камня целыми дюжинами я с самого начала знал что раскапывать гробницу плохая идея но ворон был просто одержим идеей копать здесь а когда гробницу все-таки раскопали он пошел туда со своими охранниками что ворону нужно в гробнице ты очень любопытен ты напоминаешь мне одного парня что я когда-то знал он был таким же любопытным и в какой-то момент это стало причиной его гибели давай-ка к делу что случилось гробница ну что-то у меня горло пересохло эй скатти не сейчас это важно так что ворону там нужно ладно он он звал призывал кого-то он произносил слова на чужом языке яркий свет вырвался из гробницы я услышал вопль который пробрал меня до костей демонический вопль а потом это все что я знаю после этого бладвин вышел из гробницы и сказал чтобы я проваливал что я и сделал через короткое время ворон со своими людьми вернулся в храм и с тех пор никто не видел ворона хорошо давай так ты стрелы продаешь похлебки всякие все-то мне не очень-то и нужно что забери весь этот хлам и я пойду пожалуй шахт но перед этим нужно зелье там прихватить который мне все глаза измозолил к с ним разговариваю тебе не паффь если я сундук открою да тут капец какая сложная комбинация бывает вообще наугад открывал сейчас как-то получилось прикольно мне нужно больше золото ладно пацаны удачи жаль что в броне в этой блин дурацкой бесит короче эй чувак как дела все спокойно окей пока не буду добывать потому что у меня навык не максимальный эй привет спасибо за кошелек что ты делаешь ты плавишь наше золото нет мою овощи конечно же я плавлю золото и отливаю из него монеты представляешь однажды вечером ворон подошел ко мне и бросил мне форму для отливки из одного самородка я могу сделать целую пригоршню монет они получают такого качества что от настоящих их не отличить сколько монет ты дашь мне за самородок ну тебя я совсем не знаю но думаю что дам тебе особую цену за один самородок я дам тебе 10 золотых монет норм что ты знаешь о вороне ты не поверишь я был там я видел что он делал гробнице он бормотал и выкрикивал какие-то странные слова снова и снова кардимон фатагн шатар фатагн белиар а потом из могилы вырвался столб света и я услышал ужасный вопль о боги этот голос он звучал как голос предвестника конца света ворон говорил с ним они разговаривали ворон и этот голос я не помню о чем они говорили но дрожь в конечностях мне удалось унять только через несколько часов жизнь ты можешь повторить слова ворона конечно нет но ты говорил что это особая цена это так я всем плачу особую цену займемся так у меня было 37 золотых самородков крут я не знал эй куда ты идешь ты хочешь попасть в тот проход ну да а почему нет там еще группа рабов я не возражаю чтобы ты туда шел но не надо их избивать до такого состояния чтобы они не могли работать конце концов мы не хотим чтобы они просто так сидели они должны добывать золото ясно а кто это приказал это прямой приказ бладвина а я думал здесь командует ворон верно но рабы ему больше не нужны он отдал их бладвину бладвин по моему был в первой частью и он узнать его не делал поэтому это не очень круто для нас какой-то между собой как дела я готовлю вкусное тушеное мясо для рудокопов и охранников а рабы почти ничего не получит немного застоявшейся воды и старый хлеб не более того этим городским крысам это не сильно повредит по сути да смотрите не просто взяли людей которые жили в хоринисе своей жизнью привезли сюда на рудники заставили вели вот так вот пахать ворон скотина я прикончил вот сам говоря и храм который не разрыли там ничего нет смотри сколько мертвых рабов у всех старые монетки кольцо серп ну серп я не буду брать так окей давайте зайдем внутрь смотрим что там есть и вообще наверно типа подсказка потому что храм похож на храм клахадрона очень сильно который нам потом найти нужно будет но и в итоге тут ничего нет не все собрали но ведь смотрите ворон все-таки знал где копать и просто так он сюда всех этих людей притащил и действительно дональд пеллиаром эй что тебе нужно я всего лишь пленный рабочий я не сделал ничего плохого смотрите да как они боятся людей в бандитской эй эй я а вот пардос совсем неважно выглядит если тебе что-то нужно поговори с патрик окей патрик мне нужен патрик патрик привет меня послали маги воды я пришел чтобы освободить вас правда а почему я должен тебе верить ты хочешь отсюда выбраться или нет конечно хочу но меня послал в адрес если это тебя не убедит можешь оставаться гнить в этой дыре хорошо хорошо я тебе верю неужели надо же это случилось быстрее чем я думал хорошо а теперь нам нужен план попытка побега будет слишком рискованно вильям уже попытался теперь он мертв пленники в основном крестьяне они мне доверяют но на побег не осмелятся ну как ты себе это представляешь я должен убедить ворона освободить вас неплохая мысль так что выход у нас один ты должен сделать так чтобы стражники пропустили нас тогда мы уйдем ладно я позабочусь об этом скажи остальным чтобы они готовились окей как ты я устал я совершенно изможден фразу как ты должен был я говори сейчас солнечный день или ясная ночь и тысячи звезд мерцают на небосклоне я не знаю идет ли теплый летний дождь или дует прохладный вечерний ветер я больше ничего не чувствую первыми здесь отказывают глаза держись помощь скоро придет спасибо спасибо за добрые слова вот выпей и теперь вот чтобы знали если будь потом проходить чем лучше я дам ему зелье здоровья тем больше опыта получу то есть эликсир самый маленький экстракт более менее хорошее зелье здоровье эссенции самая лучшая я ему дам самую лучшую эссенцию 150 опыт спасибо мне уже лучше окей так вроде тут больше ничего монти эй ты ты говоришь о монти что мне следует знать о добыче золота для эффективной работы очень важен угол удара угол должен быть не слишком тупым и не слишком острым тогда ты добудешь самородки и не выронешь кирку как идут дела я жив это все что имеет для меня значение если ты хочешь что-либо обсудить тебе нужен патрик хорошо так больше ничего нет красные жуки красные жуки так поди ты уже по нему господи красный жук красный жук красный жук красный жук спасибо за то что помог пардосу если тебе что-то нужно обучить никто меня не хочет там добывать конечно сидя не уверен не отпусти слушай здесь командует бладвин рабы принадлежат ему так что только у него есть право отпустить их но еще у торуса есть возможность замолвить словечко а ты у тебя есть какое-то право да я решаю кто делаешь работу эстебана таким образом у тебя нет никакого права вмешиваться свободен понятно хотя бы я знаю об этом рабы и говорили пожалуйста нет эй с тобой все в порядке да я получил кучу золота из этой скалы так только сюда еще не ходил эй ты подожди минутку есть какие-то проблемы краулеры множество краулеров мы напоролись на гнездо спасибо за кошелек почему мы не можем на них напасть я тоже спрашивал об этом но у охранников есть более важные дела бладвин поручил мне разобраться с этой проблемой я полагаю ты не собираешься с ними драться а зачем чтобы мы смогли добраться до золота в пещере бладвин все равно заберет большую часть себе и я не хочу рисковать собственной головой за свою ничтожную долю если ты хочешь сразиться с даже не думай что я тебя остановлю только не надо выманивать их сюда ладно типа игра такая сама уже прикалываться над вами потому что до этого скорее всего большинство таких стычек вы выманивали врагов на себя если не достаточно сильные были я и все это так это хочешь и тут вы такие типа да ты мне можешь рассказать что-нибудь про бладвина могу он жадный до золота ублюдок он проверяет каждую жилу и каждый самородок он не может отвлечься от своей жажды золота а нас он него что не ставит что еще он думает что он лучший и терпеть не может если у кого-то больше денег чем у него пожалуйста я не встану у него на пути просто не стою у него на пути и не провоцирую его если не хочет чтобы он впал в ярость и перестал себя контролировать вообще плевать я взвалю как щенка так ну а пора пока что краулеров убить музыка такая как в этом в бэтмен архом ассайл ты помощи можно с коробках яиц найти всякого и мандиблы это общем челюсть краулера челюсти мандибл это одно и то же тоже можно научиться добывать в первом котике точно можно было тут не знаю как бы зачем пока что ничего не буду копать потом я думаю что когда свой навык до максимума разовью часто монет тогда пройдусь по всей шахте ну поскольку еще рабов выпущу то есть жилы будут свободными так с каждой из них он скажет жил можно лишь один раз набрать себе золото вот я потом все это соберу наверно за кадром ну или там одну две жилы вам покажу остальное все сделаю сам потом уже скажу сколько я золота на всем этом получил и продолжим дальше играть что так просто я все это золото не оставлю здесь все и больше нет готова с краулерами покончено бладвин уже идет сюда ты ведь этого хотел я хочу сказать что ты перебил краулеров чтобы бладвин пришел сюда да тогда чтобы ты не планировал делай это сейчас ну вы поняли да намек что он типа что теперь там бладвин будет один внизу я могу уметь так издалека лучше с ним поговорить подожди минутку ты еще здесь нам нужно кое-что выяснить я ищу ворона так и почему ты думаешь что ворон захочет говорить с тобой погоди ты не это ты ты тот парень которого мы ищем все это время что ты здесь делаешь ты же давно мертв все говорят мне об этом эти бараны все проморгали но от меня ты не уйдешь на этот раз я прикончу тебя как я уже сказал ты меня не интересуешь я ищу ворона я убью тебя я не проиграл еще ни одной схватки конечно а я думал я тебя прикончил ты жалкая тварь а я пережил падение барьера не получив и царапин я тоже а кто по-твоему разрушил барьер ты жалкая тварь ты не сможешь победить меня я лучший друг ворона его правая рука ну и значит я отрежу правую руку да это была его самая большая ошибка хватит трепаться 9 все равно уже слишком поздно ворон уже открывает храм пипец умер вообще голова была двина и колёч была двина там где-то был сундук на котором жму ключ ты показал этому лодырю отличная работа я пойду рассмотрю пещеру спасибо били бладвина все прекрасно у нас теперь сейчас я могу наверное всех рабов пустить отпусти их у тебя есть какое-то право на это показать голову бладвина вот этого достаточно убери я даже видеть этого не хочу лучше бы тебе отпустить рабов сейчас же погоди минутку бладвин не единственный кто здесь решает пока у меня не будет приказа торуса я никого не опущу но ты только что сказал что никого не опущу без приказа торуса ты из тех ребят кто не может даже помочиться без приказа так ну проблема что ли сейчас сходим может быть у этих трех парней можно обучиться и вроде как рудокоп и с тобой все в порядке рабы убирают большие глыбы с дороги а после мы собираем золотые яблоки понятно все вас нельзя обучиться на эй скажи как пока рабы работают я и пальцем не пошевельну что мне следует знать о добыче золота ноги главное это ноги силы импульс все идет от ног хорошо и ты так и нам пор меня копать не обучит эй ты что мне следует знать о добыче золота работой головой парень добыча золота чисто интеллектуальный процесс смотрите как на меня фоамериканец марин он сильнее тебя освободи свой разум и попробуй стать единым просто меня взглядом медитация сверлил мне с ним говорить надо что мне следует знать о добыче золота всегда копай снизу вверх это может быть и сложнее но так ты получишь больше золота я хочу больше золота эй ты я ничего ты знаешь что нибудь про гробницу да она в конце этого прохода просто следуй по трупам и ты найдешь ее как дела жаль что у нас так мало рабов нам следует достать новых с этими ребятами покончено возможно потому что они почти ничего не ели но я лучше отправлю рудокопов работать дальше чем там этим собакам хоть кусок мяса я не знаю какое у меня умение теперь вроде со всеми рудокопами я поговорил обучился с лобами обумением четвери может оценить мое умение можешь ты оценить мою носу рудокопа конечно что касает великий руд я великий рудокоп а еще здесь по мне дадут когда уже копать буду так ладно идем тогда к торусу покажем на голову бладвина скажем что со мной вообще не спорить как бы потому что ты муж дороже выйдет в итоге и у вас мечев временный просто 5 ты не сражался с тобой это очень важно мне нужно попасть к ворону правда ты действительно думаешь что сможешь пройти к нему его охранники твердо выполняют приказ не пускать никого ты умрешь даже раньше чем сможешь его увидеть так что лучше выкинь эту идею из своей головы и почему меня ты затевать что теперь ты убрал с дороги и бладвина я уже задаюсь вопросом кто будет следующим ворон или может быть я ты боишься драки я не боюсь но я боюсь того к чему могут привести твои действия этот лагерь все что у нас осталось может быть он не всегда работал идеально но он работает но с каждым человеком которого ты убиваешь исчезает кусочек нашего общества но мы бандиты головорезы преступники изгнанники куда бы мы не пошли нас выследят поймают и убьют для нас нет лучшего места чем это и нет лучшего времени чем сейчас куда ты клонишь этим людям нужен лидер кто способен им стать может быть ты ты человек который никогда долго не остается на одном месте тогда почему бы тебе не стать старшим в лагере допустим а что с вороном у ворона скоро будут другие заботы я позабочусь об этом когда и позабудьте о том чтобы заключенные покинули лагерь спокойно хорошо я разберусь с охраной супер решение всех проблем оказалось довольно таки простым чё мужики скоро я тут буду копать я выкопаю все золото если сегодня пошел отпусти их у тебя есть какое-то право на это я поговорил с торусом он приказал отпустить рабов ну если торус приказал но я спрашиваю себя зачем ему это могло понадобиться к мне кажется тебе не платят за то чтобы ты задавал вопросы ладно ладно я теперь здесь как понятно не нужен так что я пойду съем кусочек мяса окей так теперь нам нужно поговорить с патриком все хорошо вы можете идти отлично я знаю на болоте одну пещеру где мы можем укрыться но что нам делать дальше идите на юго-запад покинув болото вы найдете развалины древнего храма там устроили лагерь маги воды они расскажут вам как выбраться из этой долины спасибо спасибо большое мы все перед тобой в долгу не за что супер да у меня паны сейчас будет потому что темновато но я думаю самое время начать добывать золото тут его нет мой навык 90 я много добываю с навыком в 90 и все плюс 2 дали хорошо теперь тут плюс 5 навык 100 все гуру среди рудокопов резко вдруг стал но около 3000 где-то должен заработать так если подумать здесь рода нет ты ладно давайте тогда всю шахту собственно говоря очищу и мы продолжим так это маленько покопал у меня видимо кирка сломался купил новых и здесь можно сказать что бладвин мертв бладвин мертв есть не так много людей чьей смерти я бы желал но мертвый бладвин лучше живого круто хочешь выпить хорошо бы пиво но может быть у люсии есть бутылочка но у меня есть пиво вот пожалуйста 750 опыта спасибо это вкусно спасибо ты мой герой за бутылочку пиво то что я ему дал мне дали 750 опыта жесть просто ладно иду дальше копать и да я тут еще проглядел кошелек в панцире так что я его забрал блин тут такой прикольный диалог был подхожу к чуваку начинаю говорить с ним он такой говорит ух ты тут столько золота нам нужна лестница но после падения барьера никто не пользуется лестницами я смотрю наверх и тут 4 жилы как их взять еще одна я хочу эти жилы взять тоже слушайте может кто-то реально знает как то можно покопать я не знаю было бы клёво и кстати если вы не знаете как добывать труду вот у этих мужиков которые здесь стоят копают то все очень просто нужно просто в упор подойти золотому самородку сделать быстрое сохранение загрузиться потом когда загрузка подходит концу кликать и все вы начинаете добывать а этот чувак убегает к свободной жиле руды и так вот у всех нпс которые здесь собирают руду можно добывать собственно для их руду и вы не останетесь без куша итак ну вроде бы я собрал всю руду который только мог давайте посмотрим сколько же у нас теперь ее есть не вижу вот 352 золотых самородка то есть мы получаем очень много денег займемся торговлей 3520 золот по моему вполне неплохо теперь у меня 26300 круто я живу тут ладно все теперь нам можно отсюда уходить больше здесь у нас золотых нет и нужно идти собственно говоря в храм к ворону уже темно я думаю я сейчас высплю здесь в хижине потом использую заклинание света и пойду наверх ну заклинание света естественно мне нужно чтобы там в темноте было светло снаружи то оно мне ни к чему ну что ж к ворону в конец цели мы добрались таки вот ты все еще хочешь остановить меня это что это было две нет я хочу сказать да проходи спасибо прям много благодарен я думаю тут уже имеет смысл мне одеть броню мою потому что вряд ли тут будет кто-то кто не пожелает мне скажем так смерти так а тут целая толпа зомби приспешники ворона который почему-то стали зомби а смерть перебьемся все бывшие охранники новый уровень отлично из этого не выйдет ничего хорошего до умерли не внуках это дело пытался взломать саркофаг ну и наверное у него получилось золотая тарелка спасибо на скрижаль хочу зорки какой-то зелье крутое шлюпши зелье золота чаша дождь страх еще зелье царский щавель ну тут я вроде как обыскался кошель давайте откроем сразу даже у меня уже три кошелька есть я просто сказочно богат вперед за ворона правда тут такой странный баг был но и замечен что ролики которые в игре показывают они во-первых маленькими становятся во время этого ну когда на записи смотришь уже и мне во время игры они не показываются поэтому я по памяти вспоминаю ну и там потому что они говорят вообще чем речь идет кстати доспехи можно эти одеть но они гораздо хуже моих как вы понимаете мои сто сто пятьдесят двадцать пять эти просто семьдесят семьдесят но чтоб по лагерю ходить их достаточно а нам то не нужно по лагерю ходить нам нужно идти вперед о теперь на весь экран круто итак что же здесь делает ворон пытается открыть ворота и открывает прямо перед нашим носом скользает от нас такие вот дела гнались гнались за ним и совсем чуть чуть не успели теперь мне нужно понять как пройти туда за ним древние надписи которые даже учитывая мой уровень языка древних я не могу сейчас прочитать но я помню заклинание так ладно надеваем доспехи теперь по идее мне нужно к магам воды идти да отправимся сейчас наверно к сатурасу скажем что за дерьмо мы только что увидели щас ребята я один из вас ура сатурас максы те же активировал камень нужно новый фокусирующий камень взять я активировал еще один телепортационный камень ты про теперь они все работают впечатляющие зрелище правда вот несколько золотых монет спасибо 150 золот все читают что насчет реликвий как насчет этого выглядит неплохо где ты это нашел бандиты используют эти таблички в качестве денег на табличках знак корха дрона великого воина это есть тот командующий по вине сына которого радомеса погиб весь город бьюсь об заклад бандиты даже не знают что не использует вместо денег я нашел эту табличку в здании к юго-западу отсюда судя по табличке она как-то связана с дворцом городских жрецов верховного жреца звали кардемон о нем известно немного это лежало у здания рядом с огромным болотом скорее всего это был дворец целителей о них мы знаем немного похоже они исчезли первыми очень хорошо образ города проясняется но мы все еще знаем недостаточно всего в этой местности должно быть спрятано пять разных видов табличек найди их и принеси мне вот немного золота в качестве посмотрим смогу лишь хорошо 600 золота круто зачем вам пять каменных табличек записи которые мы смогли найти в развалинах неполные но в письменах зодчих говорится о пяти властителях которые управляли городом у каждого из них было по одной такой табличке в качестве символа власти думаю разгадка всех наших вопросов именно в этих табличках насчет ворона он владеет золотым рудником и заключенными добывающими золото это на него похоже ты должен освободить узников да конечно я работаю над этим я пробрался в покое ворона и что с ворона я опоздал он скрылся в храме аденоса у меня на глазах что это катастрофа почему ты не последовал за ним что ты паникуешь то я не смог последовать за вороном он закрыл вход изнутри я должен подумать нам нужно понять как ворон смог попасть в храм что он делал перед тем как открыть проход в храм прочитал перед воротами заклинание а до этого он скрыл гробница жреца я знаю только то что он провел там какой-то ритуал ритуал да правильно боюсь ворон получил силу стражей мертвых он получил знания о том как попасть в храм у духа ты должен рассказать об этом миксиру окей расскажу только расскажу это уже в следующей серии большое спасибо что смотрели с вами л джек шепард не забудьте поставить палец вверх и счастливо